У нас такой зритель прохладный и не очень реагирующий. Как вы считаете это миф? Это неправда. Мы всегда действительно вспоминаем этого зрителя. Ведь это же не важно, чтобы эмоции проявлялись как-то очень ярко внешне. Я слышу эту тишину зала, я слышу, как они замерев слушают каждое слово, как они внимательны к спектаклю, как они пытаются войти в него. И как это же все равно соучастие зритель и артист, зритель и театр. Поэтому вот это соучастие, соучувствие, сострадание, оно очень чувствуется. И для нас это очень дорого. И действительно мы готовы приезжать каждый год, и не только на такой короткий срок, но на самые-самые длинные. Чем вам близка Юрмала, что вы здесь отдыхаете сейчас? Всем. Мне все здесь нравится. Мы даже иногда это так называем, наша малая родина. Потому что мы приезжаем сюда с мужем уже, наверное, около 30 лет. И все здесь. Дивная природа, замечательный какой-то климат, замечательное море, дивные дюны. Здесь красиво. Это очень эстетичная страна. И мне она очень нравится. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к своей героине в этом спектакле? Вы ее оправдываете? Конечно. Естественно. Как я к ней отношусь? Я это все изображала три часа подряд. Поэтому если мне это не удалось, то бессмысленны будут мои слова. Конечно, я ее оправдываю. Безусловно. Вы играете эту роль достаточно давно. Меняется как-то отношение к ней или рисунок? Что-то в новое привносится? Ну, оно естественно. Потому что время идет. И оно меняет какие-то, смещает какие-то акценты. Но, несмотря ни на что, я просто знаю историю и много занималась этой темой. И двумя этими замечательными, выдающимися женщинами. Хотя Марию Стюарт, конечно, я абсолютно не оправдываю ни в чем. Это вполне естественно. Естественно. Потому что было бы странно, если бы я играла Елизавету и была бы на стороне Марии. Так что Чулпан Хаматова я люблю не меньше, чем она меня. Но не в течение спектакля.